Изначальный посыл должен быть не материальный. Такой разговор, может быть, для кого-то будет очень полезен и важен. Всюминутный успех, всюминутные деньги. Встреча с известнейшими деятелями культуры и науки нашего города. В общем, судьба сложилась и сложилась актерская биография. Радио Мария. Средние волны. 1053 кГц. Субтитры создавал DimaTorzok Радио Мария. И, как обычно, в это время свои двери открывает программа «Звездный Петербург». Интервью с артистами, с разного рода творческими деятелями происходит в рамках этой передачи. И сегодня не исключение, ну, своего рода, конечно, исключение, потому что сегодняшняя гостья находится не в Петербурге и живет даже не совсем в Петербурге, но, тем не менее, знает ее творчество. Наверное, вся страна, если не больше. Итак, сейчас на связи с нашей студией Светлана Копылова, российская певица и поэтесса, исполнительница авторской православной песни. Здравствуйте, Светлана Вадимовна. Как слышно нас? Здравствуйте. Хорошо слышно. Ну, слава богу, вас тоже слышно хорошо. Позвольте сразу же возразить. Позвольте? Конечно, обязательно. Вот, борюсь с этим термином, православной песни. Борюсь и никак не поборюсь. Потому что я считаю, что православным может быть человек. И даже если человек православный, все равно об этом, ну, как-то это более такое сокровенное, нечто сокровенное. И об этом тоже, мне кажется, не нужно кричать. Я уж тем паче, песня, как она может быть, православная, допустим, песня про кота у меня. Или, не знаю, про собаку. Или про царей тех же. Альбомы, которые я привезу на днях. Вот такое возражение. Да, вполне себе уместное возражение. Тем более, что на интернет-ресурсах, на всевозможных источниках пока что идет именно такая формулировка. Но, тем не менее, чем больше будет ваших возражений, тем, соответственно, больше шансов, что рано или поздно все-таки будет уже праведный подход к обозначению вашего творчества. Я не хотела сужать эти рамки, понимаете? Да, да, это совершенно верно. Да, да, есть люди, у которых уже оскомнено от этого. И, видя в очередной раз афишу, где написано православные или духовные песни, он просто не пойдет. А песни совершенно другие. И вполне могут ему понравиться. Ну, которые все равно, наверное, в себе несут какую-то вот светлую... Нравственное начало. Да, да, да. Нравственное начало. Я бы нравственным их больше не знала. Хорошо, Светлана. Ну, что же, в данный момент вы находитесь на гастролях, да, в одном из городов Российской Федерации. Где, если не секрет? Почему у вас такая информация? Я, на самом деле, нахожусь в своем загородном доме. Ну, да, у меня вчера был концерт с Хачкова. Это здесь буквально в 10 минутах от меня. Просто ваш гастрольный график настолько плотный, что сложно вас представить вот где-то вот вне гастролей и выступлений. Ну, в общем, да. Вчера Хачкова, завтра Москва у них. А 20 ноября... Главный концерт. Угу, угу. А 20 ноября в Санкт-Петербург? Да, 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 да. Я очень жду, потому что мы пропустили весну в этот раз. Мы обычно весной-осемь приезжаем. А в этот раз весну пропустили. И вот я с нетерпением жду встречи спустя целый год. Ну, я надеюсь, что вы еще сегодня обязательно расскажете о том, что ожидает зрителей, пришедших на этот концерт, хотя бы так вкратце, да, в качестве такого, ну, небольшого анонса. Конечно же, я думаю, что будут и какие-то сюрпризы, которые пока что не стоит раскрывать, да, раньше времени. Тем не менее, наши координаты уже давно не являются сюрпризом. Так что, дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Светлане, то, конечно же, можете их задавать. Номер телефона в нашей студии 318-3303, код Петербурга 812. И также работает номерочек для СМС-сообщений. Плюс 799-9209-1053. Ну что же, Светлана, наверное, самое время, чтобы послушать вашу первую композицию. Сегодня, как я понимаю, будут в основном новинки, да, как вот мы с вами вне эфира договаривались, что сегодня будут новые песни. И песня под названием «Станционный смотритель», да, может быть, несколько слов об этой композиции? Вообще, вот эти композиции все, они рассказывают о царях, о том, какими они были в жизни. И вот про Александра Первого у меня как раз аж четыре песни. А вот были цари, которых я как-то упустила, про которых не сложилось вот ни одной песни. Не знаю, в силу чего так произошло. Но, тем не менее, вот «Станционный смотритель» — это как раз песня одна из четырех про Александра Первого, к которому я очень симпатизирую. Хорошо, тогда... Я думаю, что слушатель сам, послушав песню, поймет, какого рода будет этот альбом, и сам сделает свои сужденные выводы. Хорошо, тогда слушаем песню прямо сейчас со Светланы Копылова «Станционный смотритель». Так называется эта композиция. Екатерина Славская губерния Была самим царем нежданно выбрана, Ведь Александр Павлович нигде не будь, А здесь сегодня чай изволит пить. Смотритель «Станционный» ведь внимания, Ему такая честь большая выпала, Он государю угодить старается, И сама варушь скоро закипит. Вдруг нового завета книгу древнюю, Что на столе лежала у смотрителя, Приметил царь и спрашивает, Часто ли читается здесь новый сей завет. Читаю каждый день, и жить стараюсь я, По заповедям нашего учителя, А где остановил свое впечатление От Марка на шестнадцатой главе. Царь хвалит станционного смотрителя, И тут же отправляет с порученье, А сам раскрыв Евангелие старое, Пять ассигнаций сотен их кладет. А через две недели мимо едучи, По обстоятельств разному стечению, Он входит к станционному смотрителю, И снова книгу древнюю берет. И спрашивает старого знакомого, Читал ли ты, пока я тут отсутствовал? Так точно, ваше царское величество, Я каждый божий день ее читал. И как же далеко зашел ты в чтение, Лицо у государя стало грустное, А постола луку главу двадцатую Неладное почуев прошептал. Достал тут император ассигнации, Пять сотен их в Евангелии вложенных, А ложь великий грех с печалью в голосе, Смотрителю той станции сказал, Ищите прежде царствия вы божия, А остальное все тогда приложится, Увы, ты не достоин приложения, Ведь божьего ты царства не искал. Ищите прежде царствия вы божия, А остальное все тогда приложится, Увы, ты не достоин приложения, Ведь божьего ты царства не искал. Звездный Петербург Звездный Петербург на Радио Мария продолжается, И на связи с нами из Подмосковья Светлана Копылова, Известная всем вам, дорогие друзья. Хотя, конечно, у нас есть и новая аудитория, Которая может и не совсем знать еще о творчестве, А если даже песни уже и были услышаны, То о биографии все равно, может быть, знают еще далеко не все. Может быть, есть какие-то моменты, да, Которые нашим слушателям хотелось бы немного поподробнее узнать. И вот вы, Светлана Вадимовна, да, Было бы хорошо, если бы немного так хотя бы вкратце рассказали о том, Как начинался ваш творческий путь, О том, как вы пришли от такой светской, да, Можно сказать, стези, к стезе более духовной, да, Может быть, вот об этом, в частности, немного расскажете. Что касается биографии, В феврале, а точнее 23 февраля, В Москве в Доме литераторов будет представлена моя автобиографическая книга, Где подробнейшим образом будет рассказано С первых дней моих и до сегодня, Если кому-то это интересно, Где уже все будет в подробностях? Ну, в подробностях, конечно, В подробностях, там 280 страниц будет. И в предисловии отец Артемий Владимиров назвал мою книгу остросюжетной. Вот. Но если быть краткой, то я родом из Иркутска, Окончила в Москве театральное училище имени Щукина, Снимала в фильмах, писала песни для эстрадных исполнителей, И потом, обретя Бога, Я нашла свой путь, И обретя духовного отца, Отца Артемия Владимирова, Я нашла свой путь Такой вот Авторской песни. И очень благодарна Богу за то, Что он меня направил на эти стези. Мои песни, как правило, Ну, большинство из них имеют сюжетную составляющую, И вы даже могли Вот по песне Об Александре Первом судить. То есть я все-таки люблю Какие-то такие вот Закрученные, интересные сюжеты. Почему В основном я Песни-притчи пишу. Да, как написано на одном из сайтов, Что вы, можно сказать, Являетесь таким своеобразным первооткрывателем Вот такого рода композиций. Ну, вы знаете, я сама себя так не называла, Но, если положить руку на сердце, То, когда я написала первый альбом Дар Богу, Значит, это же не просто песни, И я хотела как-то вот написать, что это. Дар Богу я название придумала. И набрала в интернете Песни-притчи. Думаю, есть вот такое словосочетание или нет? В интернете такого словосочетания не было. Я назвала песни-притчи. А сейчас, если вы, не называя моего имени, Наберете песни-притчи, То неизменно это словосочетание Будет связано со Светланой Копыловой. Так что следите сами. Да, друзья. И также не забывайте о том, Что работают наши координаты. 318-3303, Код Петербурга 812. И также номер для СМС-сообщений. Плюс 7999-209-1053. Светлана, а скажите, пожалуйста, Насколько вообще легко было проложить Вот этот вот мостик, да, своего рода, От того, чем вы занимались раньше В плане творчества, да, Вот написание песен для эстрадных исполнителей, И вот к тому, чем вы занимаетесь сейчас. Насколько вообще этот путь был короток, Или же наоборот, Это на это ушли годы, А может быть и десятилетия. Вот скажите, пожалуйста. Он был таким коротким, Что даже страшно сказать. Прочитав одну из проповедей Архимандрита Рафаила Карелина, Где он, проповедь о покаянии, Где он, в пример, приводит Пречу про слезинку грешника, Я вдруг представила эту историю В виде песни. И не только представила, Но и попробовала написать. И получилось. Это вот как раз песня «Дар Богу». Которая дала название всему альбому. И когда это получилось, Я поняла, что это здорово, И что надо попробовать Трудиться в этом ключе. И так я углубилась в плечи, И, можно сказать, Сняла самые сливки, Из того, что мне попадалось. И вот этот вот яркий, Получился такой альбом, Дар Богу, который, собственно, И принес мне успех. И, наверное, уже начались полноценные выступления С песнями из данного альбома. Сначала нужно было, конечно, Чтобы эти песни мы услышали и узнали. А как это сделать? Это же нереально. Ну, есть у тебя альбом, куда с ним? Я пошла в раскомпанию. Десять компаний обошла. Ни одна из них не откликнулась. Тогда я прочла в какой-то газете О фестивале. Я не думала об этом. Но вдруг мой взор зацепился. Я, опять-таки, уже тогда был интернет. Я полезла в интернет, Стала искать, какие бывают фестивали. И обнаружила, Что очень скоро в Москве, А тогда он проходил в Москве, Петербургский как раз фестиваль, Александр Невский. И я пошла туда. И так получилось, Что я стала лауреатом первой степени. Получила диплом. Потом меня пригласили еще Ребята из Петербурга Пригласили меня еще В Белоруссию. И потом я еще В двух или в трех фестивалях Занимала первые места. И так меня потихонечку Стали узнавать. И Петербург, он был, знаете, Такой отправной, что ли, точкой. Трамплином. Потому что именно в Петербурге У меня появилась первая возможность Выступить. Протерей Сергий Киселев Как раз был тогда На этом фестивале. Вот. И он предложил мне У него было выступление В двух частях. И он предложил мне, Чтобы я в одной части выступила. И там я познакомилась с Татьяной, Которая вот уже 10 лет Организовывать мне концерты В Петербурге. Так что Петербург, Можно сказать, Такой был отправной точкой В моем творчестве. Именно вот в концертной деятельности. Замечательно. И как раз о том концерте, Да, который будет в Петербурге. Во-первых, Как часто проходят ваши концерты В нашем городе? Ну, обычно два раза в год. Но это зависит еще от Пасхи. Когда Пасха поздняя, То начинаются Быстрочные огороды. И тогда сложно выбрать время. Вот по этой причине Мы в этом году не смогли Приехать в Петербург. Но раз в год точно. Не знаю, Надо ли нам возрождать традиции Два раза в год. Это покажет время, Покажут мои зрители. Сейчас времена Не очень легкие настали. Кризис, Не до концертов. Все мысли как бы Вылезти из долгов, Как бы Прокормить семью. Поэтому Может быть Этот период надо пережить. Но я чувствую, По крайней мере, Что сейчас стало трудно людям. Ну, с другой стороны, Человек, который действительно Хочет прикоснуться Вот к тому, Что вы делаете К этим песням. Но я не думаю, Что он не найдет Относительно Невысокой суммы, Что попасть на ваш концерт. Потому что Все-таки у вас, Я считаю, Весьма Демократичные Цены На билеты. И Все-таки Аудитория, Она есть. И это Самое главное. Но душа Ведь тоже Нуждается В пище, В духовной пище. А то Получается, Что когда кризис, Мы думаем только о том, Как накормить Своё тело, Которое бренное, Целенное И так далее. А для души Тоже Что-то нужно, Правда? Конечно, Тем более, Что когда Душа Спокойна, Намного Легче Решать И Вопросы О хлебе Насущном, Как говорится. Светлана, Тогда еще вопрос Касаемый Концертов. Вот Помимо Сольных, Наверное, Еще есть Фестивали, Так называемые Сборные Концерты, Где помимо Вас Принимают Участие Еще Исполнители. Да? И вот Такой вопрос Обычно В каком Составе Они проходят? То есть Вот допустим От какого Концерта Сборного Да? Вот Не побоюсь этого слова Вы бы Вот Отказались Взглянув На его состав? Вы знаете У меня нет Сборных Концертов Может я вас Удивлю Но У меня Очень много Сольных У меня бывает До 20 И больше В месяц И мне Все время Мало Времени Все время Мало Времени У меня Бывает Такое Что Приглашают Ну хотя бы Одно Отделение Мне дают А что Там Во втором Отделении Мне как бы Все равно Уже Но Очень Это бывает Редко Потому что Три часа Сколько длится Мой концерт С перерывом Опыт Показывает Практика Показывает Мало Поэтому Я Свой концерт Ни с кем Не делю С одной Это хорошо Но с другой Наверное Все равно Есть какие-то Критерии Отбора Критерии Отбора Проекта Критерии Отбора Декораций В конце концов Да То есть К организации Концерва У меня нет Критерии Совершенно Главная Песня Да Все-таки Главная Да Главная Песня И главные Люди Которые Слушат Эту песню Хорошо Светлана Вполне Уместное Мнение Важное И у нас Главная Песня Как раз Вот на очереди Стоит Новая Песня Называется Которая Караульный Пост Да Посвящена Она У нас Тоже Императору Да Николаю Первому Так И Эта Песня Также Войдет В ваш Альбом Да Как я понимаю Вошла Вошла Да Это все Песни Которые Мы вам Выслали Они все Из нового Альбома Звезды Дарю Хорошо Тогда Слушаем Песню После чего Продолжаем Нашу Программу Однажды ночью Русский царь Внезапно Объявил Что Караулиные Посты Намерен Посетить Удостовериться Хотел Как охраняют Тыл Но Приказал Он Никому О том Не Говорить В тех Гарнизонах Где В ту Ночь Успел Он Побывать Нашел Порядок Государь Примерный Как Всегда Но В карауль Нечто Было У Триумфальных Врат Царь Задержался Заглянув Намеренно Туда Увидел Он Как Офицер Склонившись Над Столом Одетый В форму Крепко Спал В полночный Тихий Час А На столе Лежал Листок Исписанный Пером В Который Царь И Заглянул Прищуев Левый Глаз Тот Офицер В письме К родным Писал Как Дальше Жить Совсем Запутался В делах И Замкнуты Круги В Последней Строчке Царь Прочел Как Будто Крик Души Но Кто Заплатит За Меня Теперь Мои Долги Тут Николай Что Первым Был Достал Свой Карандаш И Расписавшись На Листке Неслышно Вышел Вод Так Караулиный Офицер В ту Ночь Уснувшись Страж Было Долго Своих Царем Некаданно Спасет Звездный Петербург Ну что же Дорогие друзья 21 час И 26 минут В Санкт-Петербурге Продолжается Наш эфир Радио Мария Программа Звездный Петербург И Светлана Копылова Сегодня у нас в гостях Сегодня на связи с нами 318-3303 Номер телефона в нашей студии Звоните Ну и прямо сейчас Светлана Наверное Самое время Чтобы Подойти Уже Вплотную К концерту Да К 20 ноября Еще раз Где пройдет Ваше выступление Что будет Может быть Какие-то презентации Состоятся Новые песни Может быть Гости Посетят Вот этот вот Концерт Авторы Исполнители Нет Вот скажите Пожалуйста Михаил Я вот сейчас Сижу Слушаю вас И думаю До чего Все-таки Дошел Технический Прогресс Можно сидеть У себя За городом В Подмосковье И меня Слышат Радиослушатели Санкт-Петербург Это же фантастика Ну да Когда-то Об этом Можно только Было мечтать И мало того Что слышат Еще у нас Линия Одна Свободно Могут Взять Если есть На то желание И задать Вам Вопрос Что касается Концерта Буду ждать Всех 20 ноября В ДК ГУВД Имени Дзержинского Это воскресный день И начало у нас Будет в 17 часов Пораньше Мы начинаем Воскресный день Не в 19 Как обычно А в 17 Я буду представлять Новый альбом Звезду Дарю Ну и конечно же Не будем забывать Старые песни Любимые Людьми Всегда Трудно Воспринимать Много Нового Поэтому Я стараюсь Чередовать И вкраплять Понемножечку Вот эти Вот новые Песни И Как всегда Заявки Зрители Могут готовить Свои Пожалуйста Мы с Михаилом Оленченко Моим гитаристом Обязательно Их выполним Да Настолько Тесно Связаны Эти все Цари С этим Городом Что мне кажется Что петербургцы Должны Просто бежать И послушать Какими же Были цари Мне кажется Этот альбом Очень хорошее Пособие Еще для Школьников Изучающих Историю Потому что Они Не только Будут знать Даты Правления Что было В эти годы Совершено Но еще И узнать Характер Чувство Юмора Сострадательность Наших Императоров Хорошо Я думаю Это будет интересно Да Вполне И как раз Раз уж Вы заговорили О школьниках Вопрос Такой Сразу возник Какова Ваша Слушательская Так называемая Целевая Аудитория Примерно Кто Приходит Обычно На ваши Выступления Кто обычно Слушает Песни Или может быть Это Совершенно Разная Аудитория Та Которая Слушает Может быть Это одни люди А те Которые Приходят На концерты Уже Может быть Люди Другие Так называемая Другая ЦА Да Вот Что В данном Случае Вы Имеете По данному Вопросу Михаил Когда Вот Московские Допустим Ну крупные Концерты Большие Залы У меня Иногда Создаются Ощущение Что я Нахожусь На утреннике Потому что Идет вереница Детей С цветами На сцену Просто Вереница Такое ощущение Что одни дети В зале Это очень радует Меня Но эти дети Наверное Приходят Все-таки В сопровождении Да А если говорить Про так называемых Тинейджеров Которым Действительно Я думаю Что эти песни Были бы Прямо Вот Как Бальзам На сердце Вот Поскольку Я уже Десять лет На сцене То Появилась Такая категория Молодых людей Которые Подходят Ко мне Мне говорят Я вырос На ваших Песнях То есть Он видимо Начинал С детского возраста Ребеночком Слушать И сейчас Вот Тинейджер Как вы говорите Который Не перестал Любить Мои песни И мне тоже Это очень дорого Есть категория Ну Женщин Это понятно Это всегда Но есть Категория Мужчин Среднего возраста Прошедших Армию Прошедших Может быть И войну Даже Спецназовцы Вот есть Такая прослойка Тоже Среди моих Зрителей Которые Неоднократно Мне писали Письма Признаваясь Что они Видели Очень много В этой жизни Но Вот Почему-то Мои песни Заставляют Их Плакать Наверное Отзывы Которые Вы Получаете После каждого Концерта Они Полны Душевной Теплоты Полны Может быть Даже Какого-то Откровения Да Вот Сейчас Обычно Все-таки Наверное В электронном Виде Поступает Ну Хотя С другой стороны Это не имеет Особо Особо Определяющего Значения Самое главное Это наполнение Самое главное Это смысл И вот Бывает ли Такое Может быть Это уже И постоянно Происходит Что Человек Вам пишет Благодаря Творчеству Благодаря Песням Открыл Для себя Путь К Богу Бывает Такое Да Но Я не отношу Это К себе Естественно Я Всегда Говорю Что Это Сделал Господь Посредством Песен Но Вы знаете Конечно Я очень Благодарна Тем людям Которые делятся Своим Душевным Теплом В ответ На мое Но бывают Конечно И противоположные Случаи Что говорить Бывает Что И ругают И Я понимаю Откуда это идет Но тем не менее Приходится И отражать Атаку Хотя Стараюсь Я Не отвечать На такого Рода Письма Полные Злобы Ненависти Но это Наверное Имеется Ввиду Такая Совершенная Никчемная И самое Главное Необоснованная Критика Ну и Обычно Это Критика Людей Которые В интернете Где-то Что-то После концертов Конечно Кроме Благодарности Я ничего Не получаю Ну это Это самое Главное Самое Главное Что Отзывы Есть Да И самое Главное Что Наверное Они являются Такого Своего Рода Катализатором Для Движения Вперед Для Написания Новых Песен Для Создания Новых Идей Которые Безусловно Ну просто Не родились Если бы Не было Открика Да Пожалуй Что так И тогда Вот такой Тоже Вопрос Ну я Думаю Что это Бывает У многих Вот Так Называемый Так Называемая Творческая Пауза Да Ну бывает Ведь что Нет Какого-то Настроения Нет Какого-то Вот Желания Воудушевления Что То есть Так Можно Назвать К написанию Песен Как вообще Вы Предпочитаете Справляться Нет Я понимаю Что молитва Это конечно В первую очередь Но может быть Есть какие-то Вот Места Которые Вы предпочитаете Посещать Дабы Вот Напитаться Да Этой Духовной Пищей Вот скажите Пожалуйста Ну в этом году Я очень мало Написала Песен Но зато У меня Книга Выходит То есть Я немножко Переключилась Ну это понятно Книга тоже Требует Очень Больших Усилий И Много Времени Это само Собой Да Но меня вдохновляет Конечно Больше всего Храм Я Господь Творит Руками Семью Через Стихотворение Он Тем более Что В провинциях Уже Службы А уже Даже Службы Да На 700-летие Преподобного Сергия Радонежского Храм был Усвящен Получается Что требуется Только такие Сугубо Уже Косметические Да Какие-то Моменты Нам только Осталось До Расписать Самое Главное Алтарь И купол Вот это Две Самых главных Составляющих Они Расписаны Нам осталось Не так Много Уже Ну Слава Богу Я не теряю Надежды Тем более Что в провинциях Там Отнюдь Немного Храмов И Действительно Для Жителей И для Гостей Это Будет Очень Существенным Подспорьем В трудных Моментах Да Если мы Еще Я мечтаю Сделаем Такой Слет Фестиваль Молодежи В этом Силе Липовка Бехтеевский Слет Фестиваль Я думаю Это будет Вообще Здорово Да Вот как раз Проектов Как раз Очень Нужный Проект И не только Для Православной Молодежи А и Вообще Для Молодой Аудитории Потому что Все-таки Молодая Аудитория Она в большей степени Нуждается В духовной Пище Хотя конечно Все нуждаются Но подрастающее Поколение Оно еще Более Нуждается Потому что Сколько Соблазнов Вокруг Сколько Всего Того Что Может Приносить Не только Пользу А и Вред Да Те же Самые Вот Гаджеты Да Хотя Казалось бы Что в них Такого Плохого Но с другой Стороны То В каком Ракурсе Их Используют Большинство Вот Молодых Подрастающих Людей Конечно Особого Энтузиазма Мягко сказать Не вызывает Должна быть Альтернатива А ее на сегодняшний день Практически нет Да И вот Как раз В фестивале Я считаю Что это было бы Очень достойной Альтернативой Где Не только Была бы Вот Музыка Хотя она была бы Основной составляющей А еще и какие-то Вот Мероприятия Которые помогали бы Становиться на Здоровый путь Да хотя бы просто Знакомиться друг с другом Конечно Знакомиться негде Это тоже верно В интернете Все-таки Наверное Это не самый Лучший вариант Ну что же Светлана Время нашей передачи Идет На очереди Песни И вот Песни Посвященные Екатерине Второй Да Если я правильно понял Из Да Название Табакерка Да называется Есть такая песня Хотя у меня три песни Посвящены Екатерине Второй Три песни Давайте табакерку Послушаем Да давайте табакерку Послушаем После чего Мы продолжим Наш диалог Друзья Присоединяйтесь Не стесняйтесь Ну а мы Продолжаем Екатерина Великая Польским послом Недовольная Светлана Великая Резко и желчно Позволила С ним Костя Заморского Встала обедом Костя Заморского Костя Заморского Только за кофе Позволила Взгляд задержав На мгновение Секретарю Замечание Высказать Парою фраз Ах, ваше превосходительство Вы слишком дерзки Мне кажется Чтобы беспардонно Советовать Императрице самой Гневно пронзив Собеседника Взглядом Исполненным Важности Вышла царица Раскланившись Еле владея собой Шел словно В воду Опущенный Жидать Своего Увольнения Стат Секретарь Государни Только б Еще не В тюрьму Тут Камердинер Догнал его Чтоб Передать Повеление К императрице Приказано Срочно Явиться Ему Все-таки Как вы Осмелились Сделать При всех Замечание Стат Секретарь С извинениями В ноги К царице Упал Екатерина Великая Слезы Увидев Раскаянья Тут же Смягчившись Промолвила Чтоб Поскорее Он Встал И с благодарностью В голосе Императрица Заметила Вы Из любви Это сделали Знаю И благодарю Я Всего-навсего Женщина В пылкости Может Чрезмерная Вот вам На память С бриллиантами Я Табакерку Дарю Если Мою Вы Когда-нибудь Неосторожность Заметите То Табакеркой Бриллиантовой Вы Покажите Мне Знак Сразу Откройте И Нюхайте Пусть Это Будет Примет Аю И Я Пойму Без Свидетелей Что Говорю Я Не Так Звездный Петербург Звездный Петербург Продолжается На Радио Мария Светлана Копылова Сегодня у нас В гостях Замечательная Российская Исполнительница Таких вот Светлых Духовных Песен Радужных Что самое главное Несущих В себе Не какой-то Вот такой Негатив Или просто Вот как сейчас Принято Да Вот Пустоту Бывает такое Вот слышишь Новую песню Какого-нибудь Такого Достаточно Известного Исполнителя Да И понимаешь Что песня Она в себе Ничего не несет И даже Не только В текстовом Варианте А и в музыкальном В том числе Как долго Пишется у вас Песня В среднем Вот сколько Времени Уходит на Написание Одной Композиции Или это вот Действительно Бывает настолько По-разному Что даже Как-то и Обобщить-то Будет неприлично Ну Ну сложно Сложно Действительно Сказать В среднем Где-то Когда вдохновение Прямо захлестывает Можно написать И за день Второй Третий день Я как правило Шлифую Вот А бывает Что куплет Или вернее Припев Напишется И вот Лежит Она лежит И ждет своего часа Бывает и такое И сначала Все-таки Рождается Текст А потом Уже Ложится Он на мелодию Так? Не тоже Не всегда Иногда Вместе А иногда Бывает музыкальная Фраза Какая-то Родилась И если Я понимаю Что музыкальная Фраза Удачная Если она Допустим Или Подходит К припеву Больше Я сразу Стараюсь Уложить В нее Какую-то Интересную Фразу Которая Бы Зацепила И потом Вокруг Этого Уже Пляшу Там Наращив И там Наращив Ну Это Понятно Творческий Процесс Он навряд ли Имеет Какой-то Общий Такой Знаменатель Что называется Все действительно Да Это всегда Своя кухня Всегда У каждого Своя кухня Совершенно Верно И Альбомы Которые У вас Слава богу Продолжают Издаваться Да И самое Главное Имеют Спрос Вот К вам Такой Тоже Ну Хотя Наверное Здесь Немножко Не совсем Уместен Относительно Реализации Новых Ваших Вений Новых Песен Новых Альбомов Не в таком Вот Привычном Формате Через Через Всевозможные Онлайн Магазины Как у вас Происходит Выпуск Нового Альбома Как раз Презентация Которого Будет 20 ноября В Санкт-Петербурге За какой Формат Музыки Вы пока Выступаете В данный момент И в данное время Что значит За какой Формат Ну Формат Именно Диск Или же Что-то Вот такое Уже Более Современное Да Всевозможные А ну У нас Ноу-хау Есть У нас Есть Сборник Всех Моих 16 Альбомов Включая Новые Это Флэш-карта Флэш-карта Да Которую Наверное Можно будет Приобрести На ближайшем Концерте Мы Очень На это Надеемся Потому что Вот-вот Ждем Из Китая Партию Флэш-карта Чуть-чуть Задерживается Поэтому Может быть Москвичи Не знаю Хватит ли Всем желающим Москвичам Но к Петербургу Все-таки Очень надеемся Получить эту партию Вот А вообще Не могу сказать Что у нас Залеживаются Диски Потому что Концертов много На концертах Разбирать хорошо Но есть у нас Еще интернет-магазин На моем сайте Где тоже Можно сделать Заказ И Диски Книжечки Сборники Вот нотные Календари И Надеюсь В феврале Все-таки Выйдет Моя книга Автобиографическая Такого адреса Больше нет Называется Все это Можно Выписать Через интернет-магазин На сайте На моем Самое главное Дорогие друзья У кого нет Доступа К интернету Все-таки Аудитория Радио Марии Достаточно Возрастная На концерте Как я понимаю Можно приобрести И те альбомы Которые Уже сложно Найти В свободной Продаже У нас Может быть Немного Будет Альбомов По отдельности Потому что Мы их уже Заключили В сборнике Но скачать Можно с Айтюнса У нас Тоже Так сказать Мы заключили Договор С Никитин Мюзик И можно Будет Даже Загрузить Себе Мелодию На телефон Вот вы Мне звоните И вдруг Слышите Вместо гудка Какой-нибудь Песни Подруги Например Ну это Для таких Наиболее Что называется Молодых Прогрессивных Слушателей Но мы тоже Стараемся Не отставать Конечно Конечно Но тем не менее Есть достаточно Возрастная Аудитория Которая Все-таки Предпочитает Такой физический Формат Носителей И к чему Это все Спрашивают Они спрашивают Еще Да На концертах А у вас А у вас Кассеты Да Да Бывает и такое И наверное Все-таки На концертах Продаются Вот некие Сборники Да Если даже Не отдельные Альбомы А все-таки Сборники На mp3 Компакт дисках Где соответственно Можно найти Те песни Которые уже Просто так Сейчас в свободной Продажи Сложно Увидеть Как раз Не так давно К нам В редакцию Звонили Спрашивали О ваших Старых Песнях Которые С прежних Альбомов Так что Друзья Приходите В сборниках Это все Но это уже Не имеет Определяющую роль В сборниках Не в сборниках Самое главное Что песни Их можно Приобрести И их Можно Услышать Можно Да Замечательно Светлана И у нас Самое популярное Конечно Это флешки У нас Это флешки Ну да Такой достаточно Универсальный Формат Потому что Можно Да Можно Много всего Удобно Для автомобилистов Тоже Верно Тоже Верно Песня Под названием Прошение Да Прошение Которая Посвящена Александру Первому У нас сейчас Прозвучит Это вторая песня Которая посвящена Этому Императору Наверное И не последняя Как я понимаю Да Да Их четыре Их четыре Ну а мы сейчас Слушаем Одну Из последних Одну Из ваших Новых Песен Прошение Посвящено Александру Первому Прямо сейчас На радио Мария В программе Звездный Петербург Звездный Петербург Жил Помещик У помещика Был сын Дать хотел ему Отец Образование У отца Он был Единственный Один И имел Кучу Бесклонностей Желание Ох 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 Чтоб Приняли Учиться Сына Ох Государю Должен Было подать Прошение Только Барину Не бедом Был закон Каковым К царю Должно быть Обращение Ох 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 Припомнил Что в рассказах О царе Александра Называли Августейшим Но Поскольку Дело Было В сентябре По-простецки Написал Он Сентябрейши Ох 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 Оператор Смеялся Прочитав Новый Титул Свой В доставленном Прошении И Немедленно Распоряжение Дал Просьбу Выполнить Зачислить В заведение Ох 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 Пусть Как следует Его Обучат Там Вдоволь Пусть Дают И книг Ему И хлеба И Добавил Ставя Подпись Государь Дураком Таким Чтоб Как отец Он Не Был Ох Ох Звездный Петербург Петербург Сегодня Сегодня у нас В гостях На телефонной Связи Из уютного Родного Дома Да Подмосковья Не менее уютном Как кстати погода Сейчас у вас за окном Светлана Слава Богу Нам сегодня Дали свет Мы Почти двое суток Сидели без света Потому что Повалило деревья Все обледенело И детские Подтяжести Вот этих сосулек Начали падать Но сейчас Слава Богу Есть возможность С вами разговаривать Тепло включили Я отогрелась Оттаяла Сама Да В Петербурге Сейчас еще Дарю звезду Звезду дарю Звездный час Санкт-Петербургу Да В котором кстати Сейчас тоже потеплело Минус 2 градуса Показывают нам Наши синоптики А с утра Было где-то Минус 8 Минус 10 Сегодня А неделя вообще Выдалась такой Очень морозной Особенно для ноября Особенно для последних лет Ну тем не менее Далее все-таки Нам обещают Более такую Уютную Для осени Пусть даже Для поздней осени Погоду Так что Друзья Не забывайте о том Что уже через неделю Погуляв по нашему Прекрасному городу По центру города В том числе Вечером Ну даже не то что вечером А ближе к вечеру В 17 часов Приходите на концерт На концерт Светланы Копыловой Еще раз Где он состоится Декад Держинского 20 ноября В 17 часов Я вас буду ждать Дорогие мои Радиослушатели Да Приходите 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 Светлана Ну что же Это хорошо Что вы ждете Наших дорогих Радиослушателей Тогда может быть В завершении Под занавес Нашего сегодняшнего эфира Слова на путь Вот какие пожелания Для наших радиодрузей У вас будут Я желаю Несмотря на погоду Теплату души сохранить Этой теплату Делиться С близкими Родными Чтобы их сердца Тоже оттаяли Умягчились Любите друг друга Берегите друг друга Потому что Жизнь коротка Спасибо Светлана За столь теплые За столь проникновенные слова Всего вам Самого наилучшего Огромнейшее спасибо За то Что несмотря на Весь график Несмотря на все Вот эти вот Катаклимы Да Которые возникали Нам удалось С вами выйти на связь Удалось провести Полноценное Часовое интервью Всего вам Самого наилучшего Храни Господь И до встречи 20 числа На концерте В Петербурге И вам всех благ До свидания До свидания Ну что же Друзья Светлана Копылова Сегодня была У нас В гостях Спасибо всем тем Кто провел Этот час Вместе С нами Я Ваш покорный слуга Михаил Дорофеев Прощаюсь ненадолго Завтра В 10 утра Услышимся вновь В эфире Радио Мария Ну а на прощение Радио Мария В петербурге В петербурге В петербурге Смерть в строгом Облачении Жизнь пригласила смерть На ужин Столик взяв В ресторане И словно Не было Разлуки Не было Расставания Лучший коньяк Закуска Фрукты Щедры Угощение Очень уж Ей вернуть Хотелось Смерти Расположение Смерть Не была На жизни В обиде Просто Другие Взгляды И Подружиться С ней Пожалуй Снова Была Бы Рада Кстати Коньяк Хороший Правда Чокнулись Все Почину Но Обойти Не Удалось Им Ссоры Былой Причины Вспомнили Как В ту ночь Подруги Спорили Дорядили Как Златокудрова Младенца Между Собой Делили Как Невозможно Было Слушать Матери Плач Из Окон Смерть Почему Его Взяла Ты Разве Пожить Не Мог Он И Призадумавшись Немного Жизни Она Сказала Господом Было Мне Открыто Что Его Ожидала Если Б Ребенок Жив Остался Стал Б Тогда Убийцей Я Черствев Душой Не Смог Бы Господу Обратиться Ребят Ребят Ребят